всем привет сегодня буду вырезать ложку с элементами скульптуры и в общем для тех кто ложки не вырезал сразу объясню и в общем-то самых азов общем ложки с какого дерева можно делать в общем-то ложки можно с любого дерева делать ну конечно желательно чтобы нет не со смолистых то есть не сосны не спекты хотя спектр нет спектр можно но в общем с тех где в которых нет смолы смоляных колец ну самые мягкие породы это липа и кедр также можно с березы делать с яблони после чего что есть с того и можно делать и общем чтобы вырезать ложку простую ложку чтобы вырезать вам достаточно полукруглые стамески и ножа но даже не обязательно такого там в общем-то и складным ножом обычно можно пирочинным все это сделать ну конечно лучше делать лучше иметь клюкарзу для вот такую стамеску вот у меня она везде идет для того чтобы выбирать как это называется хлебала но в общем полукруглыми стамесками в общем я буду использовать вот эту свою стамеску он в общем-то похож конечно каждый вырезает по-разному виду я умельцев которые гравюру вырезают ложки из липы по причем ну вообще если вы умеете вырезать ложки если научились то конечно ручным инструментом вырезать будет намного быстрее чем гравюру разными фрезами и в общем начнут пожалуйста сначала если у меня будет скульптура ложки вот в этом месте здесь у меня будет хлебала здесь вот это будет ручка скульптура будет на ручкой в общем сначала ложки я придам форму вот в этом месте сначала придается форма но люди все делают по разному кто как привыкнет я не пользуюсь никогда ни струбцинами ничем это просто я один раз как вырезал и общем пошло кто-то пытается там струбцинами прикручивать выбирать там но это не знаю кому то нужно кому то может и нужно как-то я делаю в общем я сейчас вырезаю форму вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну ничего Перехожу К иновершию Здесь конечно можно вырезать Хоть кого Но я вырежу здесь Богатыря Можно вырезать птичку Какую нибудь филин Или что-нибудь Такая В таком роде Так Вот это будет у него щит Здесь Здесь у него будет Меч Топор Ну-ка Нет Пусть у него будет Топор Топор Секера Такая Топор Топорище Не знаю понятно Что-то тут или не понятно Так В общем Вот у него щит Вот у него щит Вот так щит Так Рука будет А вот Топор Кстати да Хотел сказать В общем то такие видео Мои узкоспециальные Набирают просмотров немного И смотрят меня Именно Подписчики Заинтересованные В канале Те кому то канал нужен В общем Решил я все-таки Сделать Донаты В избежание Вот таких вот ситуаций У меня было летом Когда фотоаппарат сломался С деньгами С деньгами Было туго Чтобы много покупать Не было у меня В бюджете Запланировано На такой аппарат Какой он и стоит В пределах Одиннадцати тысяч Немного Но и немало В общем то у меня Свободных десяти тысяч Не было И поэтому я сделал Донат И собирает деньги Сейчас Начну сбор На нужды канала Планирую купить Как он называется Камера то Сейчас вспомню Врезать еще Много Вспомню А Гоупро Вот Гоупро Или Гоупро Гоупро В общем Гоупро Камеру Для того Чтобы можно было Снимать что-то Такое Грязное В смысле В мастерской Там где Пыли много Или там В кузне Где дым Потому что У меня камера И сломалась Именно От пыли И от грязи Так что Реквизиты Оставлю в описании Кому Канал Интересен Можете Скидываться Реклама 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так Подрезаем здесь Так, то есть видите, здесь у нас Практически уже сам рыцарь получился Теперь шлем надо ему отделить Вот кто-то, говорю, кто при резьбе пользуется струбцинами, в общем-то, двумя руками Резать удобнее, чем одной, это бесспорно Но дело в том, что струбцину постоянно раскручивать, прикручивать, это очень неудобно То есть самый удобный вариант резьбы таких изделий небольших Это вот одной рукой держишь изделие, второй рукой режешь И в общем, как бы частенько травмирует И частенько травмирует левую руку Просто есть люди, которые не режутся, режутся очень, или режутся очень мало, очень редко А есть люди, которые прям Сочетание дури и отсутствие инстинкта самосохранения Вот такие люди отрезают себе конечности Особенно таким людям нельзя с электроинструментом работать С циркулярками, с фрезами Человек один есть, на ютюбе как-то Ложку показывал, вырезал ложку, типа такой Только таким мощным гравером И там фреза вот такая вот мощная И он ее орудует И у меня мысль такая интересна Сколько он вырежет ложек, готово к себе пальцы фрезой отрежет То есть прям человек совсем вот так вот на весу держит ложку, деревяшку на весу держит Вот фрезер, а он же скачет, бьет А он раз, 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 вырезал ложку прям такой Думаю, ничего себе Вот счастливчик Целую ложку вырезал и пальцы все на месте Вот, бывают такие люди Таким людям, конечно, электроинструментом нельзя, я говорю у меня тут друг Живу одно время Так, то он сварщик неплохой И вот он у меня Улитку Я ему доверил сделать Для горных И он то палец ей просверлит То молотком руку отобьет То на ногу что-то Что-нибудь уронит То есть Такой человек, что Инстинкт самосохранения напрочь не работает И вот я когда мастер-классы рядом проводил На родниках Там тоже чуть не посидел Только отвернешься Тетенька какая-нибудь Хватает Хватает Резак Нож Хватает Там только Успел Не успел уследить Все Хвать сразу Итого Итого И гляди Отвернешься И кто-нибудь Печень пропорет Стамеской Вообще Жесть Такая То ли Люди Не понимают Что Это Острые Предметы Так Вот здесь У меня Типа Наплечник Будет Как Режисс Уже Режисс К Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавляем 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 DimaTorzok Я сейчас рисую вот такие, вот так, и прорезаю здесь вот такие полосы. Так, в общем, решил я чешую и доспехи все это не прорезать. Сейчас вот так только немного здесь прорежу. Мелочевку-то не делать. Сейчас буду шлифовать все это дело. Как следует. У меня еще с наждачкой, сейчас проблема закончилась с наждачкой. Расходники все. Пора ехать закупаться. Так, в общем, само хлебало, черпало это. Я начинаю с шестидесятки, как следует все это задирать, чтобы не было ямок. Здесь ничего не было. Саму скульптуру я, конечно, шестидесяткой трогать не буду, но восьмидесяткой некоторые все-таки места прошлифуют как шлем. Вот тут все, и то есть потом соточкой, наждачкой, ну то есть мельче, 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 пока ложка не будет блестеть. Как у кота кое-что еще. И все, сейчас я это шлифую, а потом я буду это тонировать. Так, ну и после шлифовки тонирую отваром чаги. Чагу я заготавливаю летом, отвариваю. Видео я об этом снимал. Также морилку можно сварить из коры, из дубовой. Ну, в общем, много из какой коры можно варить, я не знаю. Я не варил, поэтому не надо мне эти вопросы задавать. Пробуйте сами, ищите информацию в гугле. Я надеюсь, никого не забанили. Так, все, и отводной морилки сейчас поднимется ворс. Когда высохнет мелкой наждачкой, ворс сошлифую и пропитаю льняным маслом, теплым или горячим. И все, показывать это не буду, у меня фотоаппарат разрядился, потом покажу готовый результат. Продолжение следует... Продолжение следует...